Тверь, 23 июня, РИА новости. Основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня, проходят в субботу в акватории Волги в центре Твери. Верхний Волжье принимает чемпионат уже в третий раз, за соревнованиями следил и губернатор области Игорь Рудиня, аквабайк, один из самых ярких и зрелищных видов водно-моторного спорта. Тверь входит в тройку городов нашей страны, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, где прошло наибольшее число крупных соревнований по аквабайку. Такие события помогают жителям нашей страны больше узнать о Тверской области, нашей природе, богатой истории и традициях. Минус отметил Рудиня, в соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Клининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска, Углича и других городов. Кубок в этом году проходит на высоком уровне. На соревнования заявились участники и призеры крупнейших международных соревнований, Арсений Матанцев, Сергей Чемизов, Александр Курамшин, занявшие в прошлом году призовые места на чемпионате России по аквабайку, который также прошел в Тверской области, Минус рассказал руководитель Архкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов, слова которого приводит пресс-служба. Победителей в этом году определяют в разных возрастных категориях в трех классах, кольцевые гонки, гонки с общим стартом, славы, заезд на время с участием двух спортсменов, и фристайл, демонстрация трюков. Также в программе, первые в мире международные соревнования по гидрофлайу, флайбордингу, под эгидой Международного водно-моторного союза, как сообщил главный организатор Кубка Михаил Яшов. В эти выходные участников и болельщиков также ожидает уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея», театр на воде с участием лучших российских фристайлеров в аквабайке и флайбординге. Кубок России по аквабайку проводит Федерация водно-моторного спорта России при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тверской области, другие новости региона читайте здесь. Субтитры создавал DimaTorzok